Всем привет! Продолжаем разговаривать про CICD-системы. Сегодня на примере Jenkins'а будем показывать, как у нас, собственно, агенты, ну или сама система, управляют удаленными серверами. Это применимо не только к Jenkins'у, в принципе, ко всем CICD-системам, ко всем управляющим машинам. Вы это все уже со мной проходили, когда мы говорили об SSH, о подключении и подключам. Мы сейчас просто это рассмотрим на конкретном примере. Слайд у нас с вами будет всего один, на котором я просто опишу ту инфраструктуру, с которой мы будем сегодня работать. Опять же, у нас только начало занятий, мы будем делать все довольно примитивно, поэтому те, кто разбираются, сразу не ругайтесь. Нам нужно добраться до пайпов, до того, как с ними работать. Итак, у нас с вами какая ситуация? У нас с вами есть управляющая машина. Я здесь ее описал как CentOS. Мы с вами Jenkins' поставили на Ubuntu, поэтому у меня здесь CentOS только для красоты. У меня есть машина с IP-шником 0107. Я надеюсь, что IP-шник у меня такой остался. По-хорошему, нам вообще все здесь нужно делать через DNS имена, но у меня нет никаких DNS. Может быть, я разверну, но пока не заморачивался. Итак, у нас есть с вами машина, на которой есть Jenkins. Этой машине нужно каким-то образом управлять другими системами. То есть Jenkins у нас как раз занимается тем, что он управляет другими системами. Чаще всего мы делаем роль Ansible, который управляет другими системами. Но так как мы с вами Ansible пока еще нигде так не проходили толком, мы будем делать примитивные какие-то решения через SSH обычный, а потом как-нибудь доберемся до Ansible. И вот у нас есть с вами в правой части какая-то другая машина Ubuntu с IP-шником 0108. Я создал эту машину, установил на нее Jinx. То есть это просто другая какая-то машина. Для того, чтобы у меня Jenkins мог что-то делать на этой другой машине, нам нужно ему разрешить. Для этого нам нужно будет взять пользователя Jenkins'а. Это прям такой пользователь с именем Jenkins. И его ключ добавить в доверенный тому пользователю, кто будет выполнять действия на удаленной системе. У меня это чаще всего root. У вас может быть какая угодно политика безопасности. Вы можете создать везде каких-то других пользователей, дать им какие-то специальные права, как-то сильно ограничить их возможность действий. Мы сейчас в тестовом задании даем права Jenkins'у на пользователь root. Ну и в принципе чаще всего мы так и делаем, если не сильно заморачиваемся по безопасности. И особенно сильно тут заморачиваться, как правило, не нужно. После того, как мы прокинем ключ пользователя Jenkins какому-то пользователю на удаленной машине, этот пользователь Jenkins у нас сможет на удаленной машине делать все что угодно, подключаться через SSH и выполнять там какие-то действия. Мы с вами сделаем что-нибудь простое, просто выполним какую-нибудь команду на удаленном пользователе, проверим, как это будет работать. Все мои красивые слайды полетели к чертям, потому что у меня маршрутизатор выдал всем другие айпишники. Но я думаю, мы с вами разберемся. Итак, у меня будет Jenkins' айпишник 107, а машина, которой мы будем управлять, айпишник 101. Для начала пойдем на машину с айпишником 107. 102, 168, 0, 107. Касси Маев это мой пользователь на этой машине. Пароль я сделал 1000. И вот я на машине с именем Jenkins. Теперь мне нужно посмотреть, как называется мой пользователь Jenkins. Мы все это с вами проходили. В файле etc. У нас указаны все реквизиты входа. Нужно заметить, что по-разному, в разное время у Jenkins'а или разрешен, или не разрешен вход по умолчанию. Чаще всего здесь будет стоять после его домашней директории sb-no-login, то есть ему будет запрещено входить в систему. Сейчас я сам ничего не правил, у меня по умолчанию у пользователя Jenkins'а стоит bin-bush, соответственно мы сможем залогиниться. Если бы у вас здесь не стояло какой-то оболочке для входа, вам нужно было бы отредактировать этот файл и вписать сюда bin-bush, все что угодно. Я, так как не являюсь админом, мне нужно сначала перейти в рута, а из рута я уже могу перейти в Jenkins'а. Отлично. Теперь посмотрим, что у него здесь есть в его домашней директории. Очень много всякого барахла, но я вижу, что нет директории .ssh, то есть у него ключи еще не созданы. Мы это все с вами проходили, говорим ssh, keygen, сгенерируй мне, пожалуйста, ключи. И вот он по умолчанию в домашней директории моего Jenkins'а, это parlib Jenkins. Чаще всего вы делаете домашнюю директорию Jenkins'а смонтированную на отдельный том, чтобы можно было легко менять что-то там, обновлять, переподключать этот том к другим виртуалкам, если вы захотите что-то сильно проапгрейдить. Все настройки Jenkins'а лежат в этой домашней директории в виде кучи файлов. Вот вы их здесь видите. Итак, мы нажимаем ему Enter, он вот создал ту самую директорию, о которой я говорил, .ssh. Парольная фраза нам не нужна, потому что Jenkins'а будет все делать в автоматическом режиме и некому будет вводить парольную фразу. И вот он говорит то, что у нас создался ключ. Мы говорим cut, хотим этот ключ посмотреть, idrsa.pub. Открытый ключ нам нужен, вот он. Я его скопирую в буфер обмена, потому что он мне потребуется для того, чтобы вписать его на тот сервер, которым мы будем управлять. Выходим из пользователя Jenkins, выходим из пользователя root, отключаемся от удаленной машины и подключаемся на машину с айпишником 101. Там я тоже создавал пользователя KSMI с парольной 1000. Вот я в нее подключился. Перехожу в root, я хочу, чтобы у меня Jenkins подключался в пользователя root. И root пишу vim.ssh, authorize case, и сюда вписываю ключ Jenkins'а. Вот он, я его вставил. Сохраняю, выхожу, выхожу. Лезу обратно на машину Jenkins'а. Вот она у меня. Из-под своего пальзака переключаюсь в root. Из root'а перехожу в Jenkins. Вот я, вы видите, являюсь сейчас пользователем Jenkins'а на машине Jenkins'. И теперь мне нужно, во-первых, проверить, что соединение есть, а во-вторых, принять, ну, грубо говоря, довериться удаленной системе. Подтвердить то, что удаленная система будет тот ID, который он мне сейчас покажет. Говорю, что я хочу подключиться пользователям root на машину 192.168.0.101. И вот он говорит, что есть вот такой вот фингерпринт этой машины. Доверяю я или не доверяю? Я знаю то, что у меня нет никаких других машин сейчас под этим IP-шником. Если вдруг у вас какая-нибудь там большая сеть, и вы хотите проверить, действительно ли вы туда летите, вы можете посмотреть там отпечаток. Мы этого, кстати, по-моему, еще не проходили. Но, наверное, доберемся в рамках HelpPick'а. И сверить его. Я, в общем-то, подтверждаю. И все, вы видите, сейчас я являюсь рутом на машине UB1. Я к ней подключился через SSH. Отключаюсь от удаленной машины. Опять отсюда выхожу из-под Jenkins'а, из-под рута, из вообще Касси Маева на машине Jenkins'. Теперь пойдем с вами в графический интерфейс. И сделаем один раз задание Jenkins'у руками через убогий графический интерфейс, чтобы понять в дальнейшем, как хорошо, что мы этого делать не будем. Мы будем поливаться пайпами. Итак, вот я через графический, через веб-интерфейс иду на IP-шник 107 на порт 8080. Это все по умолчанию. В прошлый раз мы делали с вами поливатель админ, пароль админ. Заходим в систему. Нет, у меня в One Passport я это сохранять не хочу ничего. Виртуалка у меня слабая, Jenkins немножко подтормаживает. И вот нам Jenkins, обычно он нам вот здесь пишет то, что у нас нет ни одной задачи, но так как я сделал маленькое решение экрана, я это внизу вижу. Он говорит, давайте создадим одну новую задачу. Итак, у нас есть несколько вариантов того, как можно создавать задачи. Мы с вами будем пользоваться пайплайнами и мультибранч пайплайнами позже. Сейчас мы создадим одну простую задачу со свободной конфигурацией. Просто, не знаю, test job. Давайте сделаем вот так. test job, что-нибудь вообще элементарное, мы все равно потом грохнем. Щелкнули, создать задачу свободной конфигурации, нажимаем ОК. И сейчас у нас будет с вами множество различных опций, из которых мы большинство использовать не будем. Описание использовать не будем. Обычно мы с вами работаем с гитхабом, но сейчас я по всем тем опциям, которые я трогать не буду, ничего говорить особенно не буду. Мы это будем все юзать позднее через пайплайн. Мы не берем ниоткуда исходный код, у нас не будет триггеров, которые автоматически запускают джобы. Мы не будем сейчас работать со средой, в котором это все исполняется. Мы просто добавим с вами шаг сборки. И это будет банальная команда Shell. И этой банальной команде Shell мы просто скажем SSH подключись на машину 192.168.0.101 и выполни там команду hostname. Все. Больше мы делать ничего не будем. Нажимаем сохранить. Вот она наша проект TestJob. Мы можем сказать, собери сейчас. Вот у нас пошел процесс, запущено. Вот она вот здесь вот бежит. Мы можем посмотреть, у нас все провалилось. И вот он мне говорит, что я не могу, у меня нет прав сделать это на машине. 122.168.0.101 Надо бы нам разобраться с вами, почему. Полезем на машину 101. Вводим пароль. Это я со своей машиной сразу полез на UB1. И говорю, давайте сходим, посмотрим на рута нашего. Кат.ссх. Автора эскиз. Ключ добавлен. Все добавлено. Давайте рестартанем демон.ссх. Пробуем еще раз. Тест наш job. Собрать сейчас. Сейчас она здесь подбежит. Здесь можно включить инклюзивное обновление страницы. Все равно падает. Давайте сообразим, что я мог забыть. Понятно, что я мог забыть. Я не указал, из-под какого пользователя подключаться. С первого раза это не заметил. Видите, он пытается залезть на машину 101 от пользователя Jenkins. От текущего пользователя по умолчанию. Поэтому я сейчас захожу снова в настройки этого джаба. В настройках этого джаба я правлю свой косяк и говорю то, что нужно подключиться от имени пользователя root. Вот так вот. Сохранить. Собрать сейчас. Не знаю, зачем я полез рестартовать с hdemon, простите меня. Он так должен сразу принять все изменения. И вот у нас уже все не красненькое, а синенькое. Кстати, сейчас с синеньким разберемся. Смотрим, что у нас получилось. Вывод консоли прекрасно выполнилась команда. И он вернул ответ UB1. То есть у нас сейчас Jenkins смог управлять другой машиной. Понятно, что все это очень примитивно. Но мы это будем все оптимизировать. Я не люблю очень синие значки. Поэтому с вами пойдем в настройки Jenkins. В настройках Jenkins мы найдем управление плагинами. Управление плагином нам нужно в доступных найти GreenBalls. Потому что по умолчанию у нас с вами используется синий цвет для успеха. И это, если я правильно помню, сделано. Потому что в Японии разрешающий сигнал светофора синий. А мы с вами не в Японии. Давайте скажем вот эту штуку. Установить без перезагрузки. Ну и заодно с того же поставим галочку перезапустить Jenkins по окончанию установки. То есть сейчас он нам поставит наш GreenBalls. Вот видите, пока еще успех проставляется синим мячиком. А я очень люблю зеленые. Давайте включим автообновление. Вот мы сразу видим, что Jenkins у нас уже перезагружается. Вот он перезагрузился. У нас обновилась страница входа. Входим. Все, он пытается запомнить пароль. К этому ничего не значащему Jenkins. Смотрим наши джабы. Вот он наш тест-жоб. Он уже позеленел. Можем в него зайти. И видим то, что у нас вот эти были красненькие. Это стал зелененький. И в целом, если мы с вами смотрим на этот наш тест-жоб, мы видим то, что у него такое облачко с дождиком, которое говорит о том, что... Вот видите, стабильность. Две из трех сборок провалились. 33% успеха. Но вообще мы всегда редко заглядываем в ГУИ, только когда хотим посмотреть вывод, еще что-то. И то это можно сделать удобнее. Итак, мы с вами сделали такую подготовку для того, чтобы Jenkins мог управлять другими машинами. То же самое вы должны будете сделать, если у вас есть агенты Jenkins. Если вы хотите, чтобы агенты Jenkins, которые расположены на других каких-то машинах, ходили еще на какие-то третьи машины, вам, соответственно, точно так же нужно сгенерировать ключи и пробросить их. И это справедливо для Jenkins, для Bamboo, для TeamCity, для любых агентов. Если вам нужно управлять другими системами, вам нужно вот так вот пробрасывать ключи. Забыла вам сказать про шарики. У меня день рождения было пару дней назад. У меня здесь такая красота. Я прям счастлив хожу среди всего этого. В общем, спасибо вам, что смотрели. В следующий раз мы с вами будем делать уже первый пайп. А вы пока пробуйте и экспериментируйте с тем, что у нас уже есть на сегодня. КОНЕЦ